Небольшие, но мощные трансформаторные подстанции для электроснабжения спортивной инфраструктуры. Пока внутри этих строений тихо, но совсем скоро оборудование загудит. Это будет энергетический мозг с тысячей сигналов на сотни метров вокруг. Рядом со стадионом на территории бывшего радиоцентра установили три таких подстанции. Уже установлены, наводятся пусконаладочные работы в перспективе к середину осени, октябрь-ноябрь примерно. В соответствии с графиком сводным, который мы подписали в правительство Самарской области, мы обеспечим все остальные центры питания. Обеспечить электроэнергией все объекты Мундиаля – совместная задача правительства Самарской области и сетевой компании. Стоимость инвестиционного проекта больше полутора миллиардов рублей. До 2025 года сетевики построят 12 подстанций. Нагрузка этих объектов будет в четыре раза превышать заявленную нагрузку самого стадиона. Объем прокладки электрических сетей для обеспечения энергоснабжения соответствующих объектов очень большой. Несмотря на далекие перспективы, завершить устройство основных подстанций обещают в этом году. Кроме системы электроснабжения, под землей необходимо уложить канализацию, водопровод, линии связи и благоустроить территорию. Работы по электроснабжению объектов чемпионата ведутся по специальному графику. Он синхронизирован с прокладкой других коммуникаций. Вот здесь тянут электрический кабель, а чуть дальше протягивают водовод. Кабель тянут с помощью специальной лебедки на сложных участках вручную. Протяженность этих сетей больше 180 километров. Самое важное – первое РТП. Она находится ближе всех к стадиону и на нее ложится самая большая нагрузка. Работы мы планируем закончить в конце сентября и по постоянной схеме отдать напряжение потребителям. Общая нагрузка, которая упадет на эту распределительную подстанцию, где-то будет порядка 5 мегаватт. То есть достаточно большое количество. Первая распределительная подстанция почти готова. От нее запитают все, что находится рядом со стадионом. Это две тренировочные площадки с футбольным полем, локальные очистные сооружения, временные пункты, медиа-центр и фудкорты, а также все наружное освещение, пункты видеонаблюдения и контрольно-пропускные пункты, всю южную парковку около Самара-арена. После того, как завершатся подготовительные работы, сетевики начнут подключать к подстанциям все объекты. Работы будут идти по схеме бесперебойного питания. Отключать от электричества прилегающие дома не станут. Олеся Корецкая, Василий Колдашов, События. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!